Ну что ж, здравствуйте, на портале Тутбай мы начинаем наш информационный день. Меня зовут Алексей Вайткун, 19 января сегодня и на нашем портале, на портале Тутбай, день спасателей. Сегодня говорим о самых смелых и мужественных, о самых отважных и целеустремленных, о самых стойких и сильных, о самых-самых. В указе президента Республики Беларусь, номер 157, 26 марта 1998 года, он называется так, о государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь, говорится, что, цитата, в знак признания заслуг работников отдельных профессий, отраслей хозяйства и сверхдеятельности, 19 января устанавливается День спасателя. В этом эфирном часу непосредственно говорим о тех, кто постоянно проходит, образно говоря, огонь, воду и медные трубы. Говорим о сотрудниках МЧС. И у нас в гостях представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям, наш первый гость, зовут Виталий Димбовский, помощник начальника Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Доброе утро. Доброе утро. Всем нашим гостям, которые первым приходят в эфир, мы говорим, что спасибо, что вы это утро начинаете вместе с нами. Во-первых, с праздником вас и вашим подразделениям. Спасибо большое. В конце мы еще раз поздравим. Рады, что вы МЧСник. Говоритесь тем, что вы МЧСник. Безусловно. Как пришли в профессию? В профессию в целом пришел не случайно, а осознанно. Десять лет назад, а именно столько я уже в этой службе, десять лет назад, когда стоял выбор передо мной о том, какую профессию выбрать, как и с чем связать свой дальнейший жизненный путь. Я решал, думал, перебирал различные варианты. И все-таки, несмотря на то, что вариантов было много, я остановился на профессии спасателя. А вот что двигает молодым человеком? Интересно, что вам непосредственно двигало? То есть и под впечатлением, чего вы выбрали эту профессию? То есть, опять же, в детстве вы книги читали, а может быть, какие-то герои у вас были? Или было так вот, ну вы же понимали, что это, скажем, не торговля, это как бы и риск для жизни, и должен быть определенный набор качеств, как личных, так и физических, например. То есть, ведь это не просто так. Что вам двигало? Безусловно. Если брать тот детский образ, который вы сказали, безусловно, здесь привлекала героика самой профессии, сугубо положительный образ спасателей. Ну, вы сами понимаете, что, конечно, в фильмах, на картинках и в каких-то других вещах, где может ребенок увидеть эту профессию, все сугубо положительно, и показана непосредственно профессия с положительной стороны. Если брать этот образ, то, конечно, привлекала, как я уже и сказал, сама героика профессии, и желание было именно из-за этого. Но когда впоследствии уже был более осознанный выбор, именно выбор уже профессии, а тот, кто выбирает профессию, естественно, нельзя уже назвать ребенком, там, естественно, был более глубокий анализ самой профессии и того, с чем мне придется столкнуться. А скажите, вот у вас же огромное количество коллег, и о коллегах мы еще поговорим, да, и о месте коллег в этой самой профессии. Вот вы наверняка общались, друзья у вас есть, то есть вот выбор профессии, я понимаю, что у каждого он индивидуален, но все-таки вот что двигает теми, на ваш взгляд, кто выбирает именно вот эту работу? Двигает, безусловно, желание помогать людям и готовность прийти на помощь в любой момент. В нашей профессии, как правило, случайные люди не попадают в нашу профессию, то есть это их осознанный выбор, и как я уже сказал, что если человек готов и хочет помогать людям во всех смыслах, спасать людей, то эта профессия именно для него. Скажите, а бывает, что люди, ну опять же, каждый из нас проходит испытание профессии, да, и говорят, что если профессия не твоя, она тебя выплюнет, да. А бывало так, что, например, ваши какие-то коллеги, ну вот не проходили испытания профессии, понимали, что не потому, что у них там чего-то не хватает, или не потому, что они там боятся, а вот просто, ну вот, по каким-то причинам не могут. Вот, безусловно, бывали такие случаи, как и в любой профессии они есть, то есть, да, люди приходят, невозможно, сами понимаете, невозможно понять до конца профессию, пока ты не ощутишь ее на себе. Рассказы, слухи, это все одно, а когда ты приходишь и начинаешь работать, ты видишь положительные, отрицательные моменты, делаешь для себя выводы относительно профессии. Да, есть люди, которые понимают, что да, это не их призвание, не их профессия, и они, ну, наверное, к счастью, что они делают такие выводы и уходят из профессии, потому что здесь нужны только те, кто прежде всего пришел в профессию не из-за каких-то материальных благ, не из-за других, прежде всего не из-за благ, а именно из-за желания спасать, из-за желания помогать людям, из-за самой профессии. Вот если человек пришел в профессию ради профессии, что он понимает, что это его осознанный выбор, и, не побоюсь в то слово, это его призвание, вот тогда этот человек долгие годы прослужит, и прослужит хорошо и для себя, и для людей. Вы уже 10 лет в этой профессии, да? Виталий, скажите, пожалуйста, а какие открытия вы сделали для себя в этой профессии за 10 лет? Ну, для себя, то есть вот вы пришли в профессию, каких-то вещей вы наверняка, может быть, не ожидали, но впоследствии вот поняли, что оказывается здесь вот именно вот так и никак иначе. Вы знаете, да, не буду спорить, открытий для себя сделал большое количество, и прежде всего, вот что бы хотелось сказать от себя, я хочу сказать, что служба в МЧС, будем называть это уже более глобальным словом, нежели там профессия конкретно спасателя, служба в МЧС очень многогранна, и помимо непосредственного спасения людей у нас есть масса других должностей, которые столь же необходимы в общей идее спасения и помощи людям, это инженерно-инспекторская деятельность, так называемая сфера предупреждения чрезвычайных ситуаций, да? Ну и сфера ликвидации, безусловно, о которой мы изначально и вели речь, там, где идет речь о непосредственном спасении. И я службу свою проходил за эти 10 лет на различных должностях, и на каждой должности я делал для себя, вот как вы сказали, открытие. То есть я начинал от рядового бойца, от непосредственно спасателя, и на данный момент, как вы уже и сказали, нахожусь на должности помощника начальника управления. Вот за те ступени, которые я прошел до этой должности, я понял, что в МЧС себя можно реализовать в полной мере и в различных направлениях. Если человек активен по жизни не только в профессии, он будет искать, естественно, самореализацию в тех направлениях, которые ему интересны. Так вот, главное открытие мое в МЧС было сделано, то, что здесь предоставлены возможности для самореализации в полном объеме. Хочешь заниматься творчеством? Пожалуйста. Например? Например, ну я регулярно, ежегодно участвую, у нас проходит конкурс художественной самодеятельности. То есть вы поете и играете, да? Я человек творческий, да, я пою и получаю от этого удовольствия, и плюс ко всему, то есть это происходит непосредственно в рамках моей профессии. Вот этот конкурс у нас от всего МЧС, он республиканского уровня, и, как я уже говорил, ежегодно он проходит и ежегодно там участвует. То есть любые другие направления, возьмем спорт, у нас спортсмены, безусловно, в почете, их у нас к нашему, скажем так... К счастью, гордости, да. К счастью, гордости, да. У нас их огромное количество, в том числе чемпионов различного уровня, от каких-то региональных, республиканских до международного уровня. То есть люди тоже хотят реализовываться в этой сфере. Пожалуйста. Им предоставлены все возможности, они участвуют в соревнованиях, ездят на сборы. Это все только поощряется. Любая положительная инициатива у нас поощряется на должном уровне, и любые начинания рассматриваются и находят, как правило, должное понимание. Хочешь чем-то заниматься, хочешь себя в чем-то реализовать, пожалуйста, пробуй, предлагай, и это будет адекватно воспринято, и более того, оказывается всяческая помощь со стороны руководства. Скажите, пожалуйста, а как вы меняли за эти 10 лет в профессии? То есть какие качества вы открыли в себе опять же за 10 лет? Может быть, даже не качество, а что-то новое. И до этого как бы неожиданное опять же нечто для вас. Неожиданное? Ну, неожиданное. В себе скорее. В себе? Да. В себе приходилось не столько открывать качества, сколько их в себе воспитывать. В частности, когда, как я уже сказал, начинал работать на должности простого спасателя, это был один этап жизни и один этап работы моей. Там приходилось подчиняться приказам, там приходилось делать то, что тебе говорят. Делать надо было правильно, хорошо, быстро, уметь работать с оборудованием, но никаких самостоятельных, как говорится, решений, в принципе, принимать не приходилось. То есть не приходилось никем руководить, не приходилось нести ответственность за других. Сам сделал хорошо, и ты знаешь, что ты это сделал, ты за это в ответе, и всё. После этого, когда я встал на руководящую должность, в частности, командиром отделения, впоследствии начальником караула, далее заместителем начальника части, с каждым этим этапом становилось всё больше ответственности, и прежде всего ответственности за других людей во всех смыслах. За их действия, за то, как они сработают, за их в целом моральный облик. То есть, ну, не побоюсь этого слова, приходилось быть и мамой, и папой, и в прямом смысле где-то кого-то воспитывать. Естественно, люди разных возрастов, разного уровня, поэтому приходилось находить подходы различные для того, чтобы правильно вести воспитательную работу и управленческую свою деятельность строить. Это для меня стало, ну, большим не открытием даже, наверное, а вот один из этапов самовоспитания и становления как руководителя – это очень многое значит. Вашей профессии очень многое значит и плечо коллеги. Это так? Безусловно. На любом уровне, будь то простой боец, либо это какие-то руководящие должности, очень важна работа в команде. У нас в профессии, как никогда, это важно, потому что очень замечательно, конечно, что наши все войска находятся в режиме готовности, что они воюют только на учениях, и пусть так дальше и продолжается. Я за мир во всем мире, как и все нормальные люди, но у нас, к сожалению, профессия сопряжена с постоянным, каждодневным риском, и у нас каждый день маленькая война. Каждый день пожары, каждый день чрезвычайной ситуации, где приходится рисковать собственной жизнью. Поэтому взаимовыручка и, как вы сказали, плечо коллеги – это немаловажно. В одиночку, в одиночку, вы сами знаете, один в поле не воин, в нашей профессии это тоже справедливо, и в одиночку ничего не добьешься. Работа в команде, работа коллективная здесь прежде всего. Ну вот вы сказали, да, такая мини-война, но ведь на войне, помимо того, что проявляются вот эти положительные качества, да, плечо, ответственность и остальное, иногда в силу каких-то психологических моментов, психологических особенностей проявляются и, может быть, не совсем хорошее качество, опять же. Как вот с этим быть? Ну, не совсем хорошее, вы знаете, я тут, наверное, не соглашусь, потому что, как я уже сказал, люди, которые пришли в профессию и понимают, что она не для них, они долго в этой профессии не продержатся. А те, кто уже работает долгие годы, это, как правило, такой сформировавшийся костяк людей, которые друг за друга, друг ради друга и работают сугубо в команде. И здесь, вы понимаете, общая вот эта вот работа по спасению людей и иногда по взаимовыручке друг друга на этих же чрезвычайных ситуациях, это очень сближает и сплачивает и коллектив, и поэтому здесь о негативе говорить не приходится. Наоборот, все разногласия, ссоры и другие негативные моменты очень сильно затираются за вот этим положительным моментом, когда люди вместе участвуют в спасении людей. Это очень объединяет. Да, но с другой стороны, у вас такая сфера, что тут в три счета все как на ладони видно, мне кажется, да? То есть человек себя проявит вот тут же критические ситуации, то есть сразу видно, кто чего стоит.